Последние 10-15 лет на Земле появилось несколько десятков цифровых компаний, которые условно можно назвать новыми медиа. Они стали невероятно влиятельны, они влияют на общество, на политику, на бизнес, на культуру. Именно о них мы сегодня поговорим. Термин «новые медиа» возник в начале 50-х годов. Его автором был маршал Маклюэн. Этот термин впоследствии перестал использоваться и снова он появился в употреблении в конце 90-х годов с приходом цифровых компьютерных технологий. Термин «новые медиа» как термин «молодой человек», которым обращаются у нас в России к мужчинам. Совсем не обязательно, что этот мужчина молод, так же и новые медиа быстро устаревают. Этим термином часто называют уже «old media» или «традиционные медиа». Теоретики цифровой культуры считают, что есть некоторые отличительные признаки у новых медиа. Первое — это численное представление, то есть они существуют в виде кода — ноль или единица. Они модульные, то есть они состоят из нескольких элементов, скрепленных между собой. Они автоматизированы, то есть они могут работать без участия человека, постоянно изменяются, они интерактивны, с ними можно взаимодействовать. И они доставляются мгновенно, точно в срок, just in time. Если пытаться сгруппировать большое количество новых медиа, то для чего они предназначены? Это мессенджеры, которые предназначены для общения. Это платформа для доставки информации, видео, обмена мнений и изображений. Это YouTube, например. Есть группа новых медиа, которые только для развлечений. Это стриминговые платформы и видеоигры. Поисковые системы — это отдельная группа новых медиа. Очень мощная группа, состоящая из немногих компаний. Группа новых медиа. Ну и, наконец, интернет-магазины или площадки для обмена собственностью и покупки. Это также цифровые объекты, которые можно причислить к новым медиа. Я очень люблю вот эту фотографию 1963 года, сделанную в Нью-Йорке. Мужчины едут в метро, читают газеты. Во-первых, сам состав, так сказать, посетителей метро, да, только мужчина, белый причем, держат в руках толстые газеты, broadsheet, широкие, ну, большие газеты влияния. Нью-Йорк-таймс здесь у большинства из них. А что сейчас в метро мы увидим? Сейчас все в метро читают смартфон. Смартфон превратился в новую бумагу, и именно благодаря тому, что в руках у человека есть маленький экран, на котором он может получать информацию, развлекать себя или общаться, это, собственно, и есть то, чем заняты люди. Да, они читают те самые новые медиа. Это не только в Москве. Эта картина можно наблюдать по всему миру, и не только в метро, а где угодно. Почему вдруг все уткнулись в смартфоны? Ответить на этот вопрос не так просто. Есть две простых причины, почему это произошло. Первое. Появилось всеобщее проникновение интернета. То есть там, где есть мобильный интернет, или интернет в принципе, человек утыкается в экран. Вторая причина – это рост мощности компьютеров. Соответственно, вот эти две причины – постоянный рост быстродействия компьютеров и всеобщее развитие интернета привело к тому, что у людей в руках оказался доступ к новым медиа, к информации онлайн, они все время включены. Возможности доступа к этой информации и так далее. Вторая версия причин принадлежит компании Google, которая плюс к этим двум, которые я уже назвал, еще прибавляет третью причину – это возможность доступа к облачным сервисам хранения данных. Процессинговым возможностям. Они почти не ограничены. И в результате вот этих двух или трех, некоторые называют там еще несколько причин, произошли мощнейшие изменения в разных областях жизни человека, общества и компаний. В первую очередь эти изменения коснулись способов передачи и использования информации и знаний, и индустрии развлечений. Вот эти две области изменились больше всего и все, что с ними связано. Ну вот самый, наверное, такой интересный, что ли, и наглядный пример – это карты. Человечество тысячи лет использовало карты бумажные на других каких-то носителях, на дереве, на бересте, на чем угодно. И в один прекрасный момент эти карты исчезли. Вообще. То есть купить карту бумажную – это практически невозможно сейчас в магазине. Это стало возможным потому, что экран смартфона, подключенного с одной стороны к мобильному интернету, с другой стороны к спутнику навигации, с третьей стороны он дает, ну, как бы, возможность показать, что вокруг, и движение человека избавляет его от необходимости держать при себе бумажную карту. А еще один пример касается справочников и справочной информации, доступа к ней. Еще несколько лет назад существовала на Земле такая компания, как Yellow Pages. Это была глобальная сеть компаний, которые сдавали телефонные справочники вот такой толщины, во всех городах мира они были. Это была очень-очень богатая, влиятельная компания, которая однажды исчезла. Это произошло не в один день, это произошло в течение нескольких лет. Больше нету ни этой компании, ни этих справочников. Понятно почему. Потому что веб-серч, то есть поисковые машины, избавляют человека от необходимости держать в руках бумажные носители. Казалось бы, это очевидная такая расформация, но она случилась очень быстро, мгновенно, на моих глазах, и на ваших, наверное, тоже. И причиной этому стали поисковые сервисы. Google удивительная компания, которая является сейчас компанией номер три в мире по стоимости, по своей. И при этом это невероятного качества сервиса, который она предоставляет людям. Я как пользователь Google активный могу сказать, что это просто восторг, то, что они дают пользователю. И это, безусловно, ярчайший пример компании из разряда New Media, цифровых медиа. Возникла компания в гараже. Вот так он выглядел. Небольшой караж в полу-альто, который двум аспирантам Стэнфордского универсета предоставила подруга для того, чтобы они начали свой бизнес. Вот они на экране. Это Сергей Брин, Ларри Пейдж в этом же самом гараже. Знаменитая фотография на экране. Первый интерфейс. Один из первых интерфейсов Google. Как так? Два аспиранта из гаража смогли создать такую огромную компанию всего лишь за какие-то 20 лет. Причина состоит в том, что в интернете появилось огромное количество данных, информации, которую нужно было искать, то есть, которые пользователи хотели искать и находить. Количество этой информации в какой-то момент времени росло экспоненциально. Сейчас немножечко темпы роста объемов замедлились, замедляются, но это все равно почти вертикальная вот такая вот, вот такой график, то есть объемы данных в интернете. Это главная причина, по которой всем нужны были поисковые машины. Но до Google уже были AltaVista, Netscape, America Online и так далее. Были крупные поисковики, которые уже давали такой сервис. А Google изобрел, точнее придумал эти два аспиранта Стэнфорда, они придумали классный поисковый механизм. То есть они придумали, они сделали инновацию, создали инновацию, которая позволила искать лучше, чем все компании до них. Еще один интересный пример из разряда новых медиа – это компания Facebook и социальные сети вообще. Исследователи пытаются ответить на вопрос, что же такое социальные сети, почему они так много внимания привлекают у пользователей смартфонов и пользователей интернета вообще. И вот посмотрите, пожалуйста, сколько в среднем люди времени проводят в смартфоне. Есть исследование компании Hootsuite, в котором видно, что в среднем люди в социальных сетях проводят в мире где-то 2,5 часа. Но имеется в виду, это люди от 16 до 64. Если брать молодую аудиторию, то молодежь проводит в социальных сетях больше 5 часов. Люди среднего возраста поменьше, ну и старшее поколение совсем мало. Некоторые мои студенты, студентки проводят в социальных сетях больше 8 часов. Это связано с работой, скорее всего, и так далее. Попробуем ответить на вопрос, почему так происходит. Это не так просто. Социальным сетям предшествовали некоторые цифровые медиа, которые были прототипами социальных сетей. Ну вот, например, дневники, блоги. Это был первый, так сказать, подход, первый заход. То есть это были уже сетевые медиа, в которых были авторы, читатели, возможности комментировать. Многие вели блоги регулярно на нескольких платформах. Кто-то создавал блоги на платформе Google, был LiveJournal, очень успешный, интересный проект. Потом блоги постепенно начали уходить, и на их место пришли социальные сети, которые вобрали в себя функции и блогов, и добавили много чего другого, а именно возможность делиться музыкой, возможность делиться фотографиями. Все пользователи социальных сетей были персонифицированы, то есть они были с подсобственными именами, это было обязательное ведение блогов. До этого, до блогов, были форумы и чаты, еще такая была форма, они были полностью анонимными, но социальные сети вобрали в себя все то, что было в форумах и чатах, в блогах, и плюс еще кое-что. А это кое-что, это возможность делиться событиями своей жизни, сообщать о своем местоположении, и все это вместе привело к буму социальных сетей. Если брать все компании, которые входят в семейство Google, то это 3,5-3,6 миллиарда пользователей. Это больше половины населения Земли. По каким причинам люди сейчас находятся в социальных сетях? Компания Hootsuite вместе с ViaSocial проводит ежегодный опрос, который называется ViaDigital, который описывает то, как люди себя ведут в цифровой среде, и что сама она представляет. Ну вот здесь данные этого года, опрос этого года. В первую очередь люди говорят, что мы там, потому что мы хотим знать новости, мы хотим быть в курсе событий. Вторая причина — это желание делиться событиями и знать, что у друзей и у родственников происходит. И третья причина, очень интересная, мой взгляд, это просто приятное времяпрепровождение. То есть люди в социальных сетях просто находятся, потому что им приятно там находиться. Некоторые исследователи говорят, что это такое немножечко эйфорическое состояние, грезы, в которые люди впадают, когда они входят в социальные сети. То есть они как бы грезят, мечтают о чем-то, они пребывают в каком-то таком, в какой-то эйфории. И больше ничего, больше никакой причины нет. И такого времени у людей становится все больше. Свободного времени, которое они могут проводить в состоянии грезы. Это следствие. То есть почему? А как так случилось, что социальные сети привлекли людей? Исследователи по-разному отвечают на этот вопрос. Один из самых ярких, наверное, и авторитетных исследователей в социальных сетях в мире. Это Дэниел Миллер, профессор лондонского колледжа. Он проводит исследования, ежегодно проводил несколько лет подряд, который называется Why We Post. Вместе с группой социологов он путешествует по миру и смотрит, как люди себя ведут в обычной жизни. То есть он использует традиционные способы исследования, наблюдает за поведением людей. Например, в странах Азии и Африки, в бедных странах, особенно в Азии и в Восточной Азии, люди очень много времени проводят в смартфонах. И он наблюдает за ними, анализирует их поведение и рассказывает потом методами традиционной, традиционной социологии о том, что это такое социальные сети с точки зрения классической социологии. Так вот, он пришел к выводу, что социальные медиа совместили в себе две области. С одной стороны, необходимость быть в контакте с небольшой группой людей, близких, друзей и семьи. То есть это лично такой очень как бы небольшой круг людей, с которыми человек хочет и должен поддерживать связь. И второе желание человека быть публичным. То есть публичная сфера, которая до появления социальных сетей была доступна только масс-медиа. То есть только попав в масс-медиа, человек мог стать публичным. А с появлением социал-медиа эти две области, они совместились. То есть лично и публично они совместились в одном. Он это называет масштабируемая социальность. То есть социальность, которой я могу управлять. Если я хочу быть сверхпопулярным, то я максимально раскрываю свою жизнь для всех. И может быть становлюсь блогером, который рассказывает о своих переживаниях по поводу любого события, события, как PewDiePie про покупку стиральной машины, и становится популярным. Либо я ограничиваю количество людей, которые хотят меня видеть, делаю свой аккаунт закрытым, или управляю этим каким-то образом, или, как мне кажется, управляю. Но есть и другие причины. Помимо того, что человек социален, и он стремится быть частью сообщества, например, человеку нужно поощрение и признание. Социальные сети дают такую возможность. Кнопки лайк, репост, комментарии, они приносят человеку радость физическую, то есть он испытывает физическую радость от этого. И третье. Технологии социальной сети плюс смартфон, включенный в мобильную сеть, дают возможность все время, каждую секунду времени, быть частью какой-то группы. То есть он все время включен. И есть также гипотеза такая, что в социальной сети вбрасывают эндорфин в кровь человека. То есть это как курение, как шоколад, как занятие спортом, сексом. То есть это физическое наслаждение. Соответственно, это приводит к зависимости. Есть случаи, когда люди вынуждены лечиться от зависимости социальных сетей, потому что эндорфин — это, как сказать, такой природный, естественный наркотик, который вызывает Facebook или Instagram. Популярность Facebook сейчас она огромна. Это почти 3 миллиарда пользователей по всему миру. Facebook обошел все другие социальные сети, потому что оказался более удобным в использовании, то есть это интерфейс. Он быстрее действовал, в нем было больше функций, и он оказался в очень благоприятной среде студентов. И популярность его, как бы, она из студенческой среды возникла, а потом распространилась по всему миру и продолжает расти вот такими вот темпами. Эта компания практически является монополистом сейчас в мире. То есть в некоторых странах Facebook номер один, почти во всех англоязычных странах, почти во всех странах Латинской Америки. Это сеть номер один. Только Россия, Китай, несколько стран Юго-Восточной Азии, Иран, по-моему, там Facebook не является доминирующим. Это практически монопольное положение на всемирном рынке. То есть это глобальный монополист. Так же, как Google является монополистом на глобальном рынке, за исключением России и Китая, так же Facebook является глобальным монополистом. Что касается экономики, есть такой термин «money follows eyeballs». В переводе на русский рекламодатели идут туда, где внимание зрителей и читателей. И, собственно, новые медиа превратились в крупнейшие медиакомпании. Facebook — это крупнейший рекламодатель в области таргетированной рекламы. Google — это крупнейший в мире рекламодатель в области контекстной рекламы и рекламы вообще. И это две самых крупных компаний на Земле в области рекламы. Потому что рекламодатели движутся именно туда. И по объему рынка реклама мобильная сейчас в десятки раз превышает реклама на телевидении, в десятки раз реклама в прессе и на радио. Это случилось буквально за последние 10 лет. И таким образом медиакомпании стали самыми крупными компаниями на планете. Вот есть вот такая картинка о том, как вообще менялась стоимость пяти крупнейших компаний в мире на протяжении последних 20 лет, начиная с 2001 года. Каждые пять лет первый трек — это 2001 год. Только нефтяные финансовые компании и компании, связанные с торговлей. В 2006 год там появляется одна технокомпания, в 2011 уже две или три, а в 2016 все пять первых самых дорогих компаний на Земле — это компании цифровой индустрии. Из них три — это медиакомпании. Если мы посмотрим на 2021 год, то эта пятерка немножечко изменилась по своему составу. Там появилась нефтяная компания одна, Saudi Aramco. Она встала между Apple и Alphabet. Но все равно в пятерке, в шестерке первых по размеру компании мира шесть — это сфоровые компании и медиакомпании. В результате развития интернета и развития новых цифровых компаний случилось следующее. Рынок, 80-90% рынка принадлежит 5-6 игрокам всего. То есть произошла колоссальная концентрация и монополизация этого рынка, этого сегмента. Вот это крупнейшие сайты мира на этом слайде. Google, Facebook, YouTube, который принадлежит Google. Это Twitter, Reddit, Amazon, Яндекс на 11 месте, ВК и Mail.ru в 20-ке. Но вот здесь собственно все крупнейшие компании мира, которые держат большую часть рынка. То есть была иллюзия, что интернет дает свободу выхода новым игрокам, массу возможностей. Был такой период романтизма, что любой может выйти от рынка и на нем чего-то добиться. сейчас оказалось, что рынок сконцентрирован в руках нескольких игроков и у этой концентрации и монополизации есть свои положительные стороны, потому что эти компании дают классный сервис, но есть и масса отрицательных сторон, потому что у них в руках огромная власть над людьми, у них огромные ресурсы, которые они получили в конкурентной борьбе, в честной. Вопрос, как они ими распорядятся, то есть на что они их направят. Нефтяные компании, которые когда-то получили монополии, распорядились этими ресурсами не лучшим образом. Сейчас мы находимся четвертой, в середине четвертой промышленной революции, технологической, уже не индустриальной. И последствия этой четвертой революции трудно предсказать. Сейчас разные есть прогнозы. Я вообще-то технооптимист, то есть я не думаю, что эта революция приведет к негативным последствиям для цивилизации, но есть угрожающие прогнозы, что технологическая революция приведет к вымиранию или хотя, ну, по крайней мере, деградации человечества как вида. Поэтому возникает вопрос технологического замедления, так называемого. Он очень сложный, потому что физически, юридически и на уровне людей, отдельно взятых, это очень трудно сделать, реализовать. И не факт, что это нужно делать, потому что технологии продолжают вызывать восторг у людей. Технологическое замедление при капитализме невозможно. Оно возможно может быть только после разрушения капитализма, и технологическая революция может привести к разрушению капитализма. Но если капитализм осознает, что он все-таки хочет себя сохранить как способ существования людей и отдельные страны, которые существуют в этой форме общественного состояния, то есть способы технологического замедления. Это личный, то есть каждый отдельно взятый человек может себе сказать, что я не хочу, чтобы моя жизнь была разрушена при помощи или там в результате того, что у меня смартфон все время выключен или не выключен. Я себе устанавливаю ограничения и лично ограничиваю себя использование интернета, социальных сетей и так далее на личном уровне. Второе, это может быть на корпоративном уровне, то есть корпорации крупные могут понять, что на ней слишком быстро растут или слишком большое влияние оказывают на своих пользователей и тогда они могут попытаться замедлить сами себя. Сейчас так, например, вроде бы действует Facebook. То есть Facebook начинает ограничивать свои возможности для рекламодателей, предоставляя им меньше информации о своих пользователях, чем у него есть. Это технологическое замедление на корпоративном уровне. Ну и третье, это замедление на государственном уровне. Если государство поймут, что технологии опасны, так как, например, было в свое время опасно атомное оружие, то может быть технологическое замедление на государственном уровне. Ну и наконец, я хотел несколько слов сказать о магистрской программе, которую я разработал, и она развивается сейчас в стенах академии. Это программа Института общественных наук, называется она «Цифровые коммуникации новые медиа». Это магистрская программа, она длится два года, это большая полноценная программа, посвященная цифровым медиам, она уникальна, такой программы нет не только в России, но и в Восточной Европе, междисциплинарная, она на стыке шести разных дисциплин, это маркетинг, дизайн, создание контента, гуманитарные знания и, собственно, веб и цифровые технологии. У нас сейчас прошел второй выпуск и четвертый набор, и мы присутствуем в Фейсбуке, в Ютьюбе, в Инстаграме, и подробнее можно программе почитать на сайте Института общественных наук. Приглашаю вас, если вам интересно. Продолжение следует...